Вообще, дополнительно увеличивать налоговую нагрузку в условиях, когда 4 года подряд снижались реальные доходы населения, это неправильно. И в условиях, когда мы видим, ну да, в первой половине года они приросли, мы знаем, с чем это связано, но в августе снова минус, минус на целых девять десятых, в сентябре минус полтора процента, при такой динамике мы фактически увеличиваем налоговую нагрузку на вот тех, кто своим трудом хочет себя обеспечить. Это неправильно. Вот эта вот оценка, что самозанятый получает 200 тысяч рублей в месяц, я подозреваю, что на самом деле те, кто разрабатывал этот закон, как бы в наших властных структурах, просто исходят из тех самозанятых, репетиторов, нянь, гувернерок и тех, которые работают на них. То есть это абсолютно нереалистическая оценка, потому что большая часть самозанятых, особенно в провинции, это, извините, бизнес нищеты. Есть определенная категория, которую мы анализировали, которая не в состоянии платить даже 4 процента. То есть они живут и получают основные доходы на уровне прожиточного минимума. Для них и 4 процента, и 6 процентов одинаково фатально, поэтому, конечно, они этого делать не будут. Даже если бы вдруг 100 процентов самозанятых проявили просто супергражданское и сознательное, зарегистрировались и начали платить налоги, поступления были бы вовсе не такими фантастическими. Вообще здесь вполне применимо выражение, которое очень удачно сформулировал известный специалист по социальной политике Сергей Николаевич Смирнов. Правительство занимается мышкованием. Этот процент, то есть процентом 2-4 процента, когда были дискуссии, оно может фактически привести к ликвидации в системе торговли. Очень большое количество самозанятых, которые являются так своеобразными рода корабейниками. То есть доносят товар из больших городов, из соптовых рынков до маленьких населенных пунктов. И как раз у них объем заработка складывается на разницу цен. Поэтому нам пришлось вступить в дискуссию, чтобы все-таки не получилось так, что мы получим в ответ 4 миллиона безработных. Потому что просто под угрозой окажутся эти рабочие места. Не надо никаких налогов. Тем более прецеденты есть в других странах. Вообще не облагаются. Из расчета, стратегического расчета на то, что если у него дело пойдет, а найдутся те, у кого дело пойдет, он со временем станет индивидуальным предпринимателем или малое предприятие. Вот тогда вы налоги, которых вам так хочется, возьмете по полной. ИП обязаны уплачивать независимо от оборота 32 тысячи ежегодно в фонд пенсионный, а вот на самозанятых это уже не распространяется по простой форме. И самое главное здесь еще одна собака зарыта, что эти люди вообще не попадают в систему обязательного государственного социального страхования. В этом смысле государство в определенной степени создает еще один риск, что создавая очередную схему оптимизации доходов, то есть 6% или 4%. Оно, так сказать, формирует условия, при котором в будущем мы столкнемся с определенной категорией граждан, которые не накопят себе на пенсию даже в системе обязательной социальной страхования. Но вот на фоне таких решений, как повышение пенсионного возраста, это же тоже надо все учитывать. Мы видим, как разогрело это. И так, а это туда же ложится, в разогрев вот этого социального, ну, я не могу, ну, недовольства, что ли. Ну, по-моему, это достаточно очевидные вещи, что для большинства это будет воспринято негативно. Есть еще одна сфера, которая, так сказать, была не просчитана, да, то есть любая попытка, там, обложить вот этот, скажем так, очень, скажем так, тонкий слой, да, там, первоначальных предпринимателей, людей, которые, на самом деле, не обращаясь к государству, пытаются как-то самовыживать, может привести к тому, что начнет расти количество иждивенцев, которые придут к государству за помощью. Они просто бросят свою деятельность, да, в связи с тем, что, так сказать, не будет достаточных доходов. И, а это уже, кстати, к сожалению, по этой проблеме существует, да, вот этот называемый патернализм, да, так сказать, вот, когда люди начинают отказываться самостоятельно ловить, там, рыбку, да, даже если у них есть, там, своя собственная удочка, да, и начинают обращаться в систему социальной защиты. И если мы посмотрим ситуацию, которая, вот, у нас движется с 90-х годов по текущему году, мы с вами увидим, что проценты бедности практически, так сказать, не сокращаются, в том числе за счет того, что, вот, всеми усилиями, да, мы привели к такой ситуации, когда люди понимают, что, так сказать, вот попытка заняться чем-то своим, да, начать выживать, формировать какой-то бизнес, закончится в конечном итоге на опыте других людей, там, или на своем безуспешном, ну, тогда начинают ожидать помощи от государства. И социальный объем социальной помощи не сокращается.